Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. Популярный американский блогер и музыкант Адам Перкинс, который прославился в сервисе для создания коротких видеороликов Vine, умер в 24 года. О смерти известного интернет-деятеля сообщил его брат-близнец Патрик на своей странице в Instagram. «Я даже не могу выразить словами, что эта потеря значит для меня. Мне часто задают вопрос, каково быть близнецом. Я обычно отвечаю, каково не быть близнецом», — написал Патрик. Он пообещал выпустить музыкальный альбом в честь скончавшегося брата. Мужчина не раскрыл причину смерти родственника. Перкинс прославился в Vine после того, как выпустил короткий ролик, в котором стоял без рубашки в ванной и говорил Welcome to Chiles, добро пожаловать в Chiles. На канал американца были подписаны более 300 тысяч человек, а его остальные видео собирали миллионы просмотров. После того, как Twitter закрыл платформу Vine, из-за серьезной конкуренции с YouTube и Instagram, Перкинс трудоустроился в компанию, а также начал выкладывать ролики в TikTok. Незадолго до смерти мужчина написал, что работал бизнес-аналитиком в сфере данных. Актер кино и театра Борис Мирус скончался на 93-м году жизни, 13 апреля во Львове. О смерти народного артиста Украинской СССР сообщается в Facebook Национального театра имени Марии Занковецкой. Борис Михайлович Мирус. Наша гордость, наш вдохновитель, учитель и корифей. Всегда в хорошем настроении и с отличным чувством юмора. Человек с энергией и любовью к жизни. Мы учились у вас актерскому мастерству и житейской мудрости, спрашивали совета и слушали критику. Спасибо за науку, добрые слова. 11 УК УССР на 10 лет. Сидел в Воркутинском лагере, где работал в театре. Освободился в сентябре 1956. С 1957 один из ведущих актеров Львовского национального драматического театра имени Заньковецкой. На экранах 60-х. Ивана. Десятый шаг. Будни уголовного розыска. Хлопов. Семья Коцубинских. Атаман Волох. Маринка. Янка и тайна Королевского замка. Провал операции «Большая медведица». Война на западном направлении. Известный советский и российский актер и телеведущий Олег Марусев умер на 77 году жизни. О его смерти сообщил актер Станислав Садальский на своей странице в Инстаграм. Ушел Олег. «Мне звонит Валерия Гущина, из гильдии актеров кино и рыдает, сообщает скорбную вещь, я в оцепенении. Человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов, ничего не лезет в голову», — прокомментировал неожиданное известие Садальский. Он также почтил память телеведущего стихотворением Валерия Брюсова. Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Он получил образование режиссера и театроведа, а позже стал работать на телевидении. Под его руководством выходили в эфир программы «Концерт после концерта» с «Песней по жизни» и некоторые другие передачи. Всего мужчина провел на телевидении более 35 лет, после чего вернулся в театр. За свою карьеру Марусев удостоился нескольких серьезных званий. В 1993 году он стал заслуженным артистом РФ, а в 2005 году ему вручили медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Спустя пять лет телеведущий получил орден дружбы.